Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 92. Вопросы, события дня. 12 марта 2016 года. Ну и дальше прочитайте, что это я уже беру как оглавление, как всем этим роликам по отчетности. Прочитайте. И потом, я не бываю вконтакте нигде, оттуда пишите нас на форуме. Тут мне легче взять, а то у меня администрация притягивает сюда, потом обратно. Ну и вот объявление, чтобы краткое содержание дать роликам. Посмотрите, я не буду даже считать. Вот так. Тормозите, прочитайте. И вот на нашем сайте нужно вот эти вот перевести там книги и видимо аудио. Что там? Посмотрите, на нашем сайте вот в эти три перевести системы онлайн. Ну и дальше наше объявление занятия идут. Посмотрите, когда и как вы позвоните, чтобы вас приняли. Дальше. Игла, преобразующий время. Это фильм такой, вот я всем объявляю, как вы видели или нет, читай дальше, еще написано. Этот фильм очень похож на фильм Иван Васильевич меняет профессию, о переносе во времени. Но только вперед на столе человека, преподавателя в семинарии профессора с Библией. И вот что вылилось, когда ратуют за нравственность, не присваивают ее, как исходящую от Иисуса Христа. Посмотреть нужно спокойно, от корки до корки, есть о чем задуматься. По-русски зарядите в Ютубе эти два слова, преобразующие время. Вот, допустим, я посмотрел и вот написал вот такими вот маленькими, вот видно или не видно, целую пачку сегодня раздал. Хочу, чтобы люди посмотрели фильм. Три места я там нашел, где слезы навернулись на глаза. То есть себя начинаешь укорять за пропуски какие-то, посмотреть советы. Вот так он назвал, по-русски зарядите и все, вот он внизу. Преобразующее время. Вот хороший дубляж идет, съемка хорошая. И главный артист играет фактурный очень. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Меня долгое время не покидает стойкая параллель между вами фигурой Сократа. Об этом вам ранее говорил, ранее. Но вот еще какое-то сходство высветилось. Как известно, главные противники философа были софисты, виртуозные жонглеры верхоглядства. Адвокаты всякого суждения, которые сулит прибыль. Именно за это их и высмеивал и облегчал Сократ, за что и был осужден и приговорен к казни. Мало кто знает, но Сократ был обвинен за обращение людей от идолов к единому истинному Богу. Нужно ли пояснять на примере современных реалий, о каких параллелях идет речь? Адвокат нужен как ходатай и защитник между обвиняемым и судьей. Но ежели человек действительно многократно виновен и не осознает этого, принесет ли пользу оправдание такому человеку, защитнику и обществу? Думается, истинный адвокат это противник беззакония. Ходатай за раскаивающегося перед справедливым судом. Истинный адвокат. Я слово адвокат говорю, да ад. В ад толкает, в акад. С другой стороны в акад обойти. Ад, в акад. На три слова разбить. Я это знаю. Бурзик, спасибо. Просто мои размышления. То есть у меня должен был защитник. Ну, защитник, представителька в суде. А его отняли. Он все знает, диакон Сергий Бурдин. Очень такой грамотный. Был в Афганистане. Его там практически парализовало. На носилках привезли. Совершенно. И вот он молился там у мощей Иоанна Тобольского. Да и выздоровел. Никаких лекарств не было. На ноги. И вот он работал по всем материалам. Показал, что там какие законы были. Что то, что я делал, это не попадает под уголовный закон. А его надо увезти. Ничего не могут сделать. Так они что сделали? Мне даже в письменном виде принес, который у меня был этот следователь, Курьят Владимир Кузьмич. Что обязательно будет у вас. Да что вы, Игнатий Тихонович. Да уже все решено. Он будет у вас защитником. Но не дали. Почему? Они в последний день сделали у него обыск. У него ничего моего никогда не было. Но обыск был. А обыск был, это значит подозреваемый. И поэтому его нельзя уже брать защитником. Хитрые-хитрые. Советские были. Боязливые. Михаил Кальмаев. Мурзик, спасибо. Просто мои размышления. Впервые слышу такие речи. Здравые. Даже не с кем было поделиться. Думал обсуждать грех, инакомыслие грех. Буду дальше знакомиться с тем, о чем вы говорите. Очень это близко мне, Татьяна. Видите, какие. Я беру все. А то, говорит, похвальные, которые вам не берите. Что я буду выбирать? И похвальные. Там меня назвали какими словами-то ругательными. А я все поставил сюда. Михаил Кальмаев. Местописание. Филиппийцам 37.11. Ну что, для меня было преимущество. Вот, прочитайте это все. Вот, я дадам, чтобы не считать. Слово Божие филиппийцам это. Дальше. Мне стыдно за себя, когда я говорил о нравственности и морали, и при этом замалчивал имя Господа Иисуса Христа. Курить и пить плохо, воровать и врать нехорошо, и так далее, и тому подобное. А Спасителя как бы и нету. Конечно, в уме я помню о нем, но для слушающих меня я скрывал его. Это было, и об этом помню. Сейчас я осознал этот свой великий грех. А ведь совесть моя была неспокойна, но я шел неперекор ей. А как покойный на душе тогда... Это на Феофейбе говорят. Так, подожди-ка. Это кто-то? Выключи, да, давай. Давай дальше. А как покойно на душе тогда, когда говоришь открыто о том, что сделал Христос, совесть уже не обличает, а поддерживает, и от этого получаешь радость и удовлетворение. Этот день прожить не зря. А ведь умалчиванием заражено и наше любимое православие. Началось это не сегодня, но пика достигла во времена Советского Союза. Конкордат и предательство заключались именно в отказе от всякой проповеди. Церковь молчащая нужна сатане и его служителям, привязанная к определенному месту, храму, и думающая, что своими человеческими силами может сохранить церковь, как структуру, соглашаясь при этом на молчание. Нет уже Сталина, нет Союза, а молчание осталось. О Христе молчит патриарх и православное. Проповедь есть, вот только в этой проповеди главный не Иисус Христос. По-прежнему главная эта структура, храм, причастие, мощи, иконы, крестные хода и власть. Но когда-то Византия принесла на Русь христианство обряда, так и сегодня оно живо и действенно. Проповедуется именно такое христианство, где Христос всего лишь символ. Он в жизни, он не нужен. Я всегда, когда стою в больших храмах где-то, и всегда смотрю, народ, толпой, праздник, никто ничего не знает. Поют хоры, если говорят, непонятно, а поют вообще непонятно, знакомую песню даже поют. Священники ходят, семинаристы там где-то, это в разных городах я был, видел, везде одинаковые, никому нужды даже нет. Какая же это вера-то? Любого спроси ничего не знает, совершенно не знает. Парень подошел, девка разогрела, ему прям в храме лапает и обнимает, лезет куда-нибудь, вообще срамота одна. Конечно, нас немного, но зато у нас какой порядок, чинность. Доказательства на виду. Послушайте, посмотрите, о чем говорят и что волнует православных. Увидите, это восьмой собор, встреча папы и патриарха. Постоянная непрекращающаяся борьба за власть и так далее. Все тот же конкордат с властью государственной. Смотрю, как священники в армии крестят и причащают, говорят о нравственности, тем, кого учат убивать. Подумалось, а вот если бы они проповедовали Евангелие и Иисуса Христа, и солдаты побросали оружие, отказавшись отбивать, то могли бы стать мучениками, как Андрей Стратилат и его солдаты. А так, только по названию христиане, а эти священники являются предателями Христа. Потому что учат не тому, чему учил Христос, а преподают все то же византийское православие, любящее и умеющее убивать. Приведу слова Нориса Андерсона из фильма. Жаль, что у нас православие таких инолируют. Это вот именно про фильм, я всем забросил, посмотрите фильм, и пошли такие ответы. Но только начали писать, люди просятся, чтобы поговорить по скайпу. Сохрани, Господи, потом мы дойдем. Нести учение Христа, не упоминая о нем, а это Норис говорит о том попосыле, какой был заложен в книге Рассела Карлайла. Норис отвечает на это понимание так. Дьявол не противостоит доброй морали, он противостоит Иисусу Христу. Человек всю жизнь может стремиться к добрым намерениям, но когда умрет, все равно попадет в ад. Поэтому всем нужно обратиться к Иисусу Христу, и дьявол знает, что это не хуже нас. Говори! С Богом! Цель дьявола – исключить из нашей жизни имя Иисуса Христа. Люди будут думать, что будут жить хорошо. Что будут жить хорошо, то получат благословение от Господа и попадут в рай. Власть Иисуса Христа является неиспоримой для христианства, а дьявол сопротивляется этой власти и пытается нас убедить, что устрои существуют сами по себе. Устои. Устои существуют сами по себе. А вот слова тех, кто не обратил внимания на этот существенный изъян в книге Карлайла. Моральный устой является универсальным для поведения в обществе. Мораль нужна для того, чтобы привлечь людей к Господу. Кстати, патриарх Кирилл много говорит о нравственности, когда общается с мирскими в проповедях в храме. Иногда он вспоминает Христа, а вот вне храма у него напрочь пропадает память о нем. Знаешь, какое понятие. Я скажу, да, действительно, мало услышишь о Христе у знатных людей, у архиереев, когда они с мирскими где-то выступают. А апостол Павел как перед Агриппой говорит, как перед Фестом говорит, о Христе каждое слово, как послание к Колоссянам. В одном стихе 18 раз упоминает. Роман Малыш. Поразительный фильм. Режиссер Рич Христиану, почти Рич Христиану, иногда меня накрывает бурная фантазия, и мне виделось в этом фильме скрытое послание. Он сказал 900 лет назад, намек на тысячелетнее царство. Так, в конце фильма, времени у нас нет, и в конце неудавшиеся мы эксперименты. Тоже об этом говорят, если смотреть внимательно на даты. Всегда у Бога просил разума и здоровья, но бездарно расточил дар Божий, поэтому все, что осталось, это иногда признаки избирательной памяти. Прочитая книгу, почти все отпадет, а пророчества... А то на себе пишет роман. Похоже на то. Да. А пророчества осядут глубоко. Тоже есть фильмами. За всю мою короткую жизнь, из просмотренного, просчитанного и закрепленного Словом Божьим, у меня сложилась картина. Пазл к пазлу, становясь все яснее и яснее. Вот это я не понимаю, что пазл к пазлу. Есть такая игра, разбрасывают кучу, и надо их сложить, как мозаику, и получается картинка некая. Ну, конечно, извини. Никто не знает ни дня, ни часа. В книге «Незримые старцы» написано, что на Афоне есть такой слух между монахами, что второе пришествие Иисуса Христа будет в 2033 году. Просто слух. Откуда, от кого слышали все монахи пожимать плечами, ссылаясь просто на слух. Этот, кавычка, слух, стал одним из пазл в картине, учитывая, конечно, корректировку календаря и другие пророчества. Конечно, верующему нет разницы, когда, в какое время это произойдет, так как он умирает каждую ночь. Ну, то есть, ложась, говорит, вот ложу, вот мне гроб предлежит, вот мне смерть предстоит, суда твоего боюсь, а грешить не перестаю. Да, именно так. Яка свинья лежит в колу, в колу, кол поминает, так и я греху служу. Покаянный канун считается перед причастием. Так что, задаваться-то нечем сильно. Галина Влесько посмотрела фильм «Тайм Ченджер» и переслала детям своим в Австралию. Ну, это изменяющее время. Там просто жутко. В основном люди куклы со стеклянными глазами и подавленными божественными эмоциями. Это где? В Австралии? В Австралии, видимо. Да, за ношение нательного креста могут пропесочить. Вот так-то. Получается, усилия благовестия Христова тщетны. Отстрочить на немногое время забвения имени Иисуса Христа мы можем, а изменить ход Божьего времени не можем. Умирать буду с именем Иисуса Христа. Аллинуя. Владимир Галендухин. Миром, Игнатий Тихонич. Это все про фильм. Я сказал, посмотрите, и какие отзывы пошли. Живые люди. Благодарю вас за рекомендацию о фильме «Преобразующее время». С большим удовольствием просмотрел фильм и нашел в нем отражение нашей современной жизни, в которой почти полностью отсутствует Бог и Святое Писание. В этой картине замечательно показано, как человек порабощается и скушается всеми, так сказать, благами цивилизации, забывая смысл жизни о Творце и его попечении о человеке. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые блестили бы слуху и от истины отвратят от слух и обратятся к басням. Так, говори. Ну? Как вы с митрополитом попрощались? Попрощались. Ой, он обнял от меня стал. Трижды поцеловались, крестом осенил. Ну что, говорит, на подвиг поста подвязаться будем, а сам смеется, веселый. Митрополит Сергий. А? А где, кстати, Тихонович, он еще пришел или нет? Я вот должен был прийти, что, не знаю. Ага. Смотришь, как Владико Сергий спрашивает. Благодарю. А меня, если я, когда я покажу, подправляю, его, отец таким, как-то хотел бы, подправляю. Он как. А тут уже передали так, что он сказал, говорит, я такой же, как ты. Нет. А меня, да. Ну, ну, ну. Ну, понятно. Тоще. На твои. Ладно. Ну, все тогда, да? С Богом. Поклон всем передаю. Прошу прощения у всех. Потеряйки. Давай. Отец таким рассказывает, подходил к митрополиту, он веселый, говорит, встретил батюшку. А Игнатий-то Тихонович где? Он говорит, здесь так придет или не придет? Он говорит, да где-то здесь должен быть. Ну, что, придурялся, что ли? Ну, явно же видно на глазах. Что придумывать-то? Он расположен. А батюшке он сказал, как бы я хотел на тебя быть похожим. Ну, ты, видимо, ну, батюшка-то сухощавая. А уже мне передали, сказали. Он говорит, что я такой же, как ты. Нет. А как, не так? Он так и передал. Так и сказал? Да. А, ну, не расслышал я. Да. Радуюсь, что у меня еще есть возможность благовествовать о Христе и Святом Писании моим ученикам. Аллилуйя и слава Христу. Евгений Вдобин. Просмотрел. Нет несчастья человека, чем не знающий Христа. Аминь. Истина без Иисуса это утопия. И очень жаль, что многие этого понять не могут. Низкий вам поклон. А сегодня переписка была, я всю вставляю. Хороший человек один мне пишет. Саша Дронин. Когда я молюсь молитвой отчина, что опуская слова, как мы прощаем должникам нашим. Не смею. Но вместо них говорю, да и в моем сердце не будет никаких обид и неприязни. А, да не. Еще мне не нравится, когда просят прощения, то отвечают, Бог простит. Бог-то простит, а ты? Ведь если ты не простишь, то и Бог тебя не простит. Поэтому лучше отвечать, если Бог прощает, то кто же я, чтобы не простить? То есть так отвечает. Я отвечаю ему. Притча, 30 глав, 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не облечил тебя, и ты не оказался лжецом. Ага. Откровение, 21 глав, 8 стих. Боязливых же неверных, скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов. Участь в озере, горящим огнем и серую, это смерть вторая. Саша Троин. Вот как раз, чтобы не оказаться лжецом и лицемером перед Богом, я и молюсь так, и это моя молитва, а не убавление, не путайте. Ага. Не торопись языком твоим и сердце твое, да не спеши произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои добудут немногие. Экклезиаст, 5.1. Это он мне написал. Дальше. Не убавляю и не прибавляю, а не смею произнести, как и я прощаю, потому что если, как я прощаю, Бог не будет прощать, то горе мне. Неужели еще не разумеете? То есть он меня учил, что я не разумею. Так. Простите меня, брат. Я ему отвечаю. В таком случае нужно вам будет составить свою молитву, совершенно не касаясь Господней молитвы, Отче наш, которая известна как молитва молитв. В новую составьте, она будет ваша. А так сплошной плагиат. И это по любому закону противоправно. Саша Дронин, вижу, что вы не понимаете меня. Я же не молюсь так вслух. В слух я молюсь, как и должно, как и должно, как и написано. Почитайте, что пишут отцы Феофан Затворник, что когда молитесь по молитву Слову, если что запало в душу, то остановитесь и помолитесь от себя, сообразуясь этой молитвой, которую читаете. Которую прочитали. А теперь ты своими словами можешь. Но не так, что в молитве Отче наш что-то выкидывает. Мы друг друга не поняли. Не молюсь так вслух при всех, а только когда один на один с Богом. И при счете тут плагиат. И право. Я не стал больше отвечать. Я вообще не люблю перепалку вступать, спорить. Сергей Игнатов, спаси Христос, ответил одному православному знакомому по фамилии Гончаров-3, он фото он не имеет, с опровержением лжи в адрес Божьего человека, исповедника православной веры Игнатия Лапкина. Так этот мнимый праведник, как Гончаров-3, пригрозил мне оторвать бошку. Воистину против Игнатия Тихоновича Лапкина ополчились волки в овечьей шкуре, боком судья. Артемий, какое красивое, душевное, от сердца песнопение. Давно такого не слышно. Это у нас сегодня я выставил. Прощенное воскресенье у нас, в нашем храме, поют как. Душа тоскует по подобному песнопению. Уверен, у вас с радостью в сердце поют воскресенные псалмы и прочее. Спасти Христос вас за ваши труды. А этот ролик, мы сейчас были, я его назвал вот так вот, посмотрите. Прощенное воскресенье, Покровский собор, митрополит Сергий Иванников. 13 марта. Вот все. Это действительно, вот то, что я сказал, так и есть. Он очень ласково встретил, даже спрашивал. И поэтому, тут, которые против меня что-то говорили, они начали клепать на Эпи, на это митрополита, что сплошной он грех делает. То есть, когда сорвется человек уже, тогда ему разница идет, куда он падает. Никакого неуважения ни к старшим, хамье страшное. А еще, я все отношу к тому, что эти люди или в миссионерском отделе где-то, или часто причащаются недостойно. Но это невозможно, что-то невероятное. Я митрополит, наши отношения надо разрушить. И кого узнают, на того кидаются. На трех митрополитов бросились, с кем я переписывался. И нигде ничего не успели. Вот как раз этими поступками они показали, что те слова, которые я говорил о них, которые слова, кому не нравятся, целый реестр-то, они такие есть. Они еще раз подсказали, что они хамье. Прощенное воскресенье пришло. Они ничего не понимают. Я переписываюсь. Они меня принимают. Они ко мне приезжают домой. У меня обедают. Они просто из себя выходят. Патриарх, если бы был свободен, он и приехал. Это я даже не сомневаюсь немало. Патриарх Алексей Второй приехал наш епископ, он его спросил, Антония Мастевича, какие у вас отношения с Игнатием Лапкиным. То есть они заботятся, что, видимо, что-то подсказал там этот патриарх-то нашему. Тогда епископ был Максим Дмитриев-то. Он, я среди зимы, говорит, готов на вертолете к вам прилететь. Батюшка говорит, да площадки нет, где садиться-то. Нашего епископа Евтихия спросил, ну какие у них там подвижки-то есть. А патриарх, он, видимо, ответил, да было бы по-другому, если бы епископ-то относился по-другому-то. Ну все, это уже в прошлом. Так, вот это наша страница. Страница, это в моем мире. Вот она, как видите, тут у нас и жития святых. Зарядите Игнатий Лапкин. Тут, правда, один еще стоит. Вот сейчас только разговаривали, кто зашла? Татьяна Должикова. Я ее не знаю даже. Что она тут может сказать? Вот ни разу она не была, ни разу еще не знаю, что за человек. Вот посмотрите. Ну это пока откроет, это там у нас тянет много силы, потому что запись ролика идет. Что она сказала? Простите. Простите. А это кто? Великий, кто изобретун. Изобретун. Ну вот понятно, что это не фамилия, ничего нет. А от такого, если так вот говорят, да еще ничего нет. Думаешь, еще бы плохого не было. Ну что-то не открывается. Что тут? Пишет. Привет. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, по этой ссылке. Ссылка. Можете там сами не поработать. Просто мне надо 40 рефералов набрать, чтобы мне выплатили зарплату. У-у-у, что-то, это не мое. Так, Михаил Кальмаев что-то пишет. Видите, какие люди пишут. Что проголосуйте за меня, ей там получить премию. Я никогда нигде не нажал ни одного смайлика этого, ни разу не нажал. Вот у меня телефон, я никому не звоню, у меня нет денег. Кому надо, видите, сколько звонков идет. И здесь точно так же. В скайпе ни на кого не выхожу. Ни разу еще не вызывал. Даже не помню такого. А это что? А это вот он как раз кратко составил. 78 номер. Какой это вопрос? 78 номер наш. И вот посмотри, как он. Если только видно будет, вот как надо составлять. О чем ролик? Краткое содержание. Дальше. Что на нашем форуме? Давай-ка прочитаем. На воскресенье сегодня. Пишет. Не написано, кто это. Так, Игнатий Тихочиков, простите, как вы относитесь к 8-му Вселенскому собору? Никак, его нету. Его не было и нету. Говорят, на нем воцарится Антихрист. Вполне может быть и так. Если это намечено, оно и будет. Никак по-другому не будет. Это план Божий. Как из моря выходит Овин, а его дальше выходит козел, его порвал, буквально бросил. Тот персидский сад, на него вышел козел греческий, Александр Македонский. Не может быть. А 4 рога, это после смерти на 4 государства распалось. Один из них, Птоломей Пелодей, в котором все описал. Дальше. Елена, 42 года, Ростов-на-Дону, Россия. Инатию Лапкину. Простите все, все, кого я чем обидела. Возможно, я об этом и не знаю. Быть может, я вины свои не видела. Но вы простите, и я всех прощаю. Пусть будет на душе тепло, спокойно. Далось ссоры из-за чепухи. Пусть сделают зло, агрессии и войны. И Бог простит пусть вас, нас за все грехи. В прошлый раз наши тут еще после прощенного воскресения на улице давали там визитки. Тут налетели семинаристы. Другой епископ, другая обстановка. Сегодня Евангелие сколько примера раздали? 60. 50? 60. 60 Евангелий красные, которые издаются по благословению патриарха Кирилла. Обычно на поддаре там что? Ничего не было. Совершенно тихо было. Из храма выходят, и мы раздавали. Ну, не я, а раздавал там, Игорь. Дальше. Кто это такая? Какая-то девушка или женщина. Вот. Нина Алексеевна. Простите отпустить. Игнатий Тихонович, простите меня, пожалуйста, если когда-нибудь на нароком обидела. Что, она знакомая у меня? Где-то в кафе фотографии сделана. В кафе? Ну да, вон там о караоке видно. Ну, не знаю, может быть, я что-то неладно сделал. Не знаю я, но прощаю всех все равно. Бог тебе в помощь, Нина Алексеевна. Любовь Хаустова. Это она. Возле музея. Последний день Масленицы, прощенный воскресенье. Простите меня. Ничего больше нету, да? Да. Прощаю всех. Тарас Урсул. Игнатий, здравствуйте. Из ваших видео я понял, что вы не любите, когда человек скрывает свое имя или фамилию. Да. Но мое имя и фамилия вполне настоящие. Так почему же вы отказались ответить на мой вопрос? Так, ну какое имя и фамилия? Тарас Урсул. Ну а какой вопрос-то ты задай его снова-то? Какой вопрос-то? Если он не по делу, я его не отвечаю. А вот начинает, я говорю в нашем президенте, надо молиться, молитвой помогать ему. А не то, что, ой, его там это хуже сатаны и там разные пакости. Ну я что могу на это сказать? Это неправильно. Это никуда не годится. И Сергей Николаевич, здравствуйте, Игнатий, с праздника вас простите меня. Какой Сергей Николаевич? Кто он такой? Какой бы ты ни был, я прощаю. Так, что тут еще звонят? Что они? Тут Райхан Жайнакова, видимо, от него два письма. Да. Что тут они? Видела фильм полгода назад, очень понравился. Дальше. Игнатий Тихонович, не обращайте, пожалуйста, внимания на нападки злого через его детищ. Он же от этого кайфует. Все-таки в возрасте. Поберегите себя для нас, храни вас Христос. О чем говорит? Ты кого-то, я считаю, реагировал неладно, а о ком-то? Да нет, не обращайте внимания на нападки, кто у вас нападает. Ну, нападает, а не нападает, вот, которые показывают сегодня, там, какой-то алмаз. И он говорит, и всякие пакости, мерзости, там, в пыгоры ставят, там, порнографии. Мы меня, там, жену, просто мерзости какие. Ну, совершенно ни в какие ворота не лезет. Я знаю, это или часто причащается, или из этого, сенсорские отделы, или миссионерские. Они все одинаковые там. Я их обидеть не хочу, но это противобезбожное все. Сколько тут уже? 80. Вот так. Ну, а то что у меня? Это наш православный видеоканал. На нем 4 тысячи, примерно, 200 наших роликов. Каждый день выставляем. Завтра от собрания будет. Сегодня я выставил чин прощения с утра. Сколько зашло? 130 человек. Ну, 130, когда никого нет, это уже 130 хорошо, так это не праздные люди, а которые знают, что ищут. И вот, когда если тут нажмете, вот главное, вот тут написано главное, и тут откроется, что у нас житие на каждый день выходит. Вот так. Она не может протянуть. Идет медленно, потому что там закачка идет. Я хотел показать житие святых. Но не выдернулось. Нет. Выдернулось. Вот оно житие на каждый день. Она еще не может проявиться. Я их насчитывал в 80-х годах. А нашелся добрый человек, и он вот выставляет отдельно, иконами украшает. А я их просто считал. 1173 жития. Вот они открылись. Видите как. А я их перетаскиваю на мой мир. Они у меня там есть. Все выношу. Ну и дальше. Вот у нас очень богатый материал есть. Это центральное, откуда началось все. Это наш сайт во свете Библии. Он же открывается плохо. Но ничего уже не сделать. Хотел показать. Тут около 50 книг. Аудио, фильмы. Вот оно и где идет. И с него легко выходить. Вот православный форум. Ткни на форуме. Ткни видеоканал. Наши книги. Вот крестил православие. Стихи, фотографии. Вот проповедь. Больше тысячи. Вот как он выглядит сайт. Я не специалист, но люди помогли, сделали сайт. Вот здесь вопросы и ответы. Вот здесь, допустим, звук и видео. Вот я просто покажу, какое у нас сокровище. Сколько Господь позволил благодати своим людям открыть. Можно добавить? Вот на этом сайте, если звук и видео, то лучше здесь заходить. Там лучше. Нет, нужно, конечно, здесь сделать, чтобы... Вот, допустим, «Житие святых» 12 книг. Вот посмотрите. Вот я его нажал, вот здесь, чтобы открыть. Это в аудио 12 книг. Вот здесь. Вот «Житие святых». Вот какой век они выбраны из всех книг. 365 дней выбраны. Первый век, потом второй век, третий век. Такого тоже не было. В развернутом виде церковь, как идет. Это вот 12 томов, и она златоустая насчитала. Здесь же они начитаны в аудио. А вот здесь каталог на «Житие святых». Внизу вот толкнуть только и вот. Самый большой век какой? Четвертый. Вот сколько? 48. Два часа, пять минут, каждая вот эта цифра. Каждая цифра – это дорожка на 375 метров, а четыре дорожки – это 8 часов 20 минут. Каждой катушки. Катушки были тогда такие магнитные. Вот. Ну, а тут уже поменьше идет. Вот я каталог нажимаю. Посмотри, как каталог Господь позволил сделать. Господь, вот сколько житий? 1173 жития, и вот имена святых. И вот они идут. Первый век какой? Кто мученик? И теперь, сколько количества страниц в этой книге. Ты даже видишь, большая она, а не линия большая. Вот 10 страниц. Это кто? Корнири сотник. Вот это к первому веку относится. И так дальше. Вот смотрите. Я потихоньку провожу. Это «Житие святых». Вот смотрите. Какой файл идет. Какой век. Как прекрасно. Заходите. Можно все это скачать. И вот. Вот какое-то «Ия» есть. И, «Ия», «Ия». Это такая «Ия» есть. Име ее. «Ия». Видите как. И вот сколько. Я просто быстро буду поворачивать. Вот сколько здесь. Это все насчитанное жития святых. Даже по житьям. Вот какой труд сделан здесь. А которые нападают, ну пусть они покажут, как их Бог благословил. А чего у них не получается это все. Потому что в момент уже готовое сделано. Берите, считайте. И у вас эта тема-то отойдет от вас. Вы не будете нападать. Тем более великий пост. Я еще раз хочу сказать. Я у всех прошу прощения. Сейчас ничего не надо говорить. Только надо молиться. Их Пасхи Господь все развеет. Я-то ни на кого не имею. Они нападают на меня. И поэтому все забыть, и чтобы ничего этого не было. И вот этот наш сайт здесь про деревню, про детский лагерь, про все. Ну вот я считаю, на сегодня все. У меня тут большие материалы. Большие. И просто большие идут. Я три материала дал. Три ролика про католиков. Человекоубийство и ложь Ватикана, гордость папства и Фатима. Это где-то видели дети в Португалии. Надежда или трагедия. Все. Во славу Божию. С постом великим всех. Это радость.